Псалом 74 содержит, в частности, предостережение о страшном суде руководителю хора «Не истли». Псалом Асахт, песнь «Не истли». Не истли. Что это значит? Этот глагол «шахат» был ключевым для понимания Великого Потопа. Перед Потопом сказано «растлила всякое, растлила всякая плоть, путь свой на земле». И сказал Бог Ною «вот я привожу к истлению их и землю». То есть в Потопе истлевшее было предано истлению. В Потопе произошло великое разделение на тех, кто жив, это Ной с семьей, и тех, кто растлевает жизнь. «Не истли» – это указание на острую грань, которая разделяет две участи человека на земле. Или ты там, или ты там, а вот промежутка не будет. Утешительной середины нет, чистилища нет. Грань есть. Либо там, либо там. Либо овцы, либо козлища. Либо справа, либо слева. «Не истли» – это надписание четырех псалмов и может означать прошение о том, чтобы в решительный момент оказаться там, где жизнь, а не там, где растление и смерть. Итак, Псалом 74. Руководителю хора «Не истли» – Псалом Асафа – песнь. То есть дай на твоем суде участь жизни, а не участь погибели. То есть уместное совершенно надписание, если знать, что тема страшного суда здесь проводится. «Восхвалим Тебя, Боже, восхвалим, и близко имя Твое рассказывают чудеса Твои». «Восхвалим, восхвалим». Глагол один, значение два. Первое – хвалить, а второе – исповедовать свои прегрешения. Оказывается, восхвалить Бога может лишь тот, кто открыт покаяние. От этого два раза употребляется один глагол. «Восхвалим Тебя, Боже, восхвалим». То есть будем хвалить, и свои прегрешения надо признавать. Очень хороший комментарий Раши. Это иудейский комментатор, с которым я постоянно дискутирую, но иногда у него интересные мысли встречаются. «Мы благодарны Тебе за благодеяние, а также за несчастье. Близко имя Твое». Эта возможность всегда обратиться к Богу. Всегда, а не только в особых условиях или при жертвоприношениях. Близко имя Твое. Во второзаконии. «Какой есть народ великий, у которого Боги, Элохим, его были бы близки к Нему, как Яхва Элохим наш, когда бы мы не призвали Его? Рассказывают чудеса Твоя. Рассказывают также истолковывают». Вот чудо – непростая вещь. Вот бывают чудесные явления, непонятные, завораживающие, приковывающие внимание. А от кого? А для чего? А что за этим стоит? А в какой связи это рассказано? А чего от нас хотят, когда поражают наш чудесами? Вот какой же канал есть по телевизору? Я могу вспомнить, но все время про инопланетян. Не могут они жить без этого. Значит, кто-то смотрит. Про интелли. Еще ТВ-3 какой-то есть. Понимаете? То есть, когда нам все время одно и то же впаривают. Вот он. Действительно непонятные явления какие-то происходят. Так вот, человеку, который имеет контакт со священным писанием, с историей церкви, ему надо чудо растолковывать. Что это чудо знает, значит? Понимаете, какой стих? «Восхвалим Тебя, Боже! Вас хвалим и близко ими Твое, и рассказывают, истолковывают чудеса Твои». Следующий стих, поясняют отцы, говорится от лица Бога. И о Боговоплощении, и о страшном суде. О двух событиях. «Когда воспряму срок прямое, буду судить». То есть, время должно подойти к некоторому сроку. В священном писании есть и время, и сроки. И вот когда приходит срок, нужно его воспринять. У Бога приходит срок, и человек должен этот срок схватить. Воспринять его, когда он подходит. То есть, не поспешить, но и не пропустить. «Прямое буду судить», но прямота, если помните, это великое дарование человека. Если человек прямой, не лукавый, и Господь прямо будет судить. «Прямое буду судить». Это говорит спаситель, блаженный Федорит поясняет. Это говорит спаситель к малодушным, требующим по закону справедливости, незамедлительного воздаяния нечестивым. Вот такая есть, понимаете, наше желание, чтобы прямо сейчас все стало по справедливости. Екатерина Ивановна, если помните, о ней говорит Соня, она хочет, чтобы все справедливо было. Она не понимает, что не может быть в людях все справедливо. Требуют люди по закону справедливости незамедлительного воздаяния нечестивым. Когда воспряму срок, придет срок. Прямое буду судить. Почему между преступлением и его очевидным, и для самого преступника, последствием полагается временной зазор? Иногда очень значительный. Вот преступление, а когда наказание? Вот почему такой временной интервал соблюдается в мире нравственных связей. Вот так сохраняется свобода человека. Человеку дана возможность подумать, что ему ничего не будет за то, что он творит. Вот дал Господь заповеди. А как мир живет? Он говорит, Господь, нельзя этого делать. А мир говорит, ну, можно. Не умираем же. В день смерти умрете. А, не умерли. Вот Господь дает такую свободу. Между преступлением и карой большой зазор. Значительный. Так охраняется свобода человека. Человек должен с усилием различать добро и зло. Учиться. Связывать прошлое с настоящим и будущим. То, что произошло сейчас, кара, это может быть воздаянием прежнего греха. А то, что я совершаю сейчас, будет иметь последствия в будущем. Вот для того, чтобы мы научились видеть эту связь времен, для этого между преступлением и наказанием полагается часто весьма значительный интервал. И даже у некоторых людей, безнадежных, никогда наказание в этой жизни не наступает. Это очень, очень такая плохая участь. Кстати, узнал я недавно, что было такое. Сейчас вспомню, итальянец, конструктор самолетов, Красный Граф, он работал в СССР. Замечательный совершенно. Бертини. Как? Бертини. Совершенно верно. Бертини. У него интереснее, чем все его самолеты, были его рассуждения о времени и пространстве. Он сказал простую, гениальную вещь. Он говорит, пространство трехмерно? Да. Так и время трехмерно. Вот мы идем по дороге. И что-то осталось позади нас. Но дорога-то никуда не делась. Вот я сейчас иду по дороге. Это настоящее. Я дальше пойду по дороге. Так дорога-то, значит, есть. Значит, время присутствует вот сейчас, во всех трех фазах. Это важнейшая, интереснейшая мысль. Только христиане это знают. Только те, кто приобщен к преданию. Для кого прошлое – это ценности. И кто смотрит в будущее с уверением. Ну, дальше говорится о кончине мира. Растаяла земля. И все населяющие ее. Ну, это послание Петра. Стихи, разгоревшиеся, растают. Растают, то есть не будет скреп между стихиями. Все станет жидким и потечет. Растаяла земля, и все населяющие ее. Я выверил столпы ее. Ну, столпы земли – это бытийные опоры. Выверил, также размерил, перевел в порядок. И здесь выверил, нужно понимать, как обновил. Испытал и обновил. Все потечет. Растаяла земля, и все населяющие ее. И снова будет отстроена. Я выверил столпы ее. Это будет другая земля. Как говорится у того же Петра. Во втором послании том же. Новые небеса и землю новую. По обетованию его мы ожидаем. Я сказал, похваляющимся. Не похваляйтесь. Гениально просто. Похваляющиеся. Похваляться – это корень всякого фарисейства. Сказать «Аллилуйях» – это сказать «Хвалим Яхве». А вот фарисейство начинается тогда, когда люди хвалят себя. Как Господь сказал. Вы все делаете, чтобы прославиться между людьми. То есть, похваляющиеся – это корень всякого фарисейского движения. Я сказал похваляющимся. Не похваляйтесь. И нечестивым. Не поднимайте рога. Рог – это экзальтация силы, проявленная сила. Эти роги еще появятся ниже в псалме. Значит, что сказал Господь Израилю? Не похваляйся. И сказал язычникам. Не возносите рога. Не уповайте в гордости на свою силу. Следующий стих. Опять. Не поднимайте на высоту рога вашего. Бог высоты – это имя Божье. Не поднимайте на высоту небес. Это значит, не поднимайте против Бога. Не поднимайте на высоту рога вашего. Не говорите с шеей. Не говорите с шеей дерзкою. Вот дерзкая шея. Что такое дерзкая шея? Сложно это понять. Нужно смотреть однокоренные слова. Значит, глагол того же корня означает продвижение. То есть, что такое дерзость? Дерзость есть несдержанность и забегание вперед. Вот шея дерзкая – это, возможно, такая, когда вот она гордо тянется вверх. Человек нагло поднимает свою голову. Вообще, этот орган, шея, в символике Библии, в анатомии, имеет чрезвычайно интересное значение. Вот здесь говорится, вот, не вытягивай, Израиль, не вытягивай шею. А что еще с шеей происходит у народа Израиля? Ну, только это уже не шея, а выя. Другой будет термин. Жестоковыйные совершенно. Имеется в виду вы – это задняя часть шеи, ниже затылка. Вот здесь. И вообще интересно, был такой великан, какой-то, Анак. Кто такой был Анак? Вот древние знали, а мы не знаем. Ну, вот, Анак. Но был он очень большой. И, наверное, очень злой. Потому что, когда пришли в обетованную землю разведывать разведчики, они захотели отговорить народ, чтобы народ туда не вошел. Они сказали, они там живут как Анак, как Нефилимы. Помните? Топотопные. То есть, Анака можно сравнить с Нефилимами. Что такое Анак? Анак – это тот, у кого долгая шея. Вот смотрите, вот такое наблюдение можно сделать. Посмотрите, как человек держит голову. Какова шея у него? Вот тут словами не расскажешь. А вот по шее человека можно много сказать. Вот понаблюдайте это. Вот к сведениям. То есть, Господь сказал Израилю, не борись на Бога, не вытягивай шею. Ибо от восхода, ибо не от восхода, и не от заката, и не от пустыни возвышение. Вот возвышение, вознесение, подъем. Так обозначен приход Мессии. Не поднимайте рог. Не поднимайте рог, потому что будет настоящее подъятие. Не от восхода, и не от заката, и не от пустыни возвышение. Не сказано восток и запад. Сказано направление туда и туда. Это дальний восток, или дальний запад. Не оттуда, не издалека, ни с этой стороны, ни с этой, и не из пустыни придет возвышение. Мессия придет. Раши тоже хороший комментарий дает. Не оттуда, где солнце выходит, и не оттуда, где оно заходит. И не из пустыни, которые вы пересекаете на караванах, дабы умножить достояние свое, не оттуда придет возвышение. Совершенно справедливо. Ибо Бог судья, Бог судья, это простая мысль, вдумаемся. Бог судья, этого унижает, этого поднимает. Ибо чаша, скажу сразу, это чаша ярости Господней. У пророков упоминается. Ибо чаша в руке Господней, и вино кипит, полное смешение, кипит, как при брожении, пенится. А смешение, это вино мутное, перемешанное с подонками, с дрожжами. Ибо чаша в руке Господней, и вино кипит, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи будут выжимать, и пить все нечестивые земли. То есть, чаша ярости Господней и наказание от Бога в том, что грешник будет пить все до капли. И естественно, такого вина из пив, но это хуже, чем любой похмелье. То есть, он будет мучиться чем? Нутром, утробы он будет мучиться. То есть, наказание дойдет до утробы. Все до капли выпьет. Так что дрожжи будет выжимать, пока есть хоть какая-то капля, все это ему придется испить. Ибо чаша в руке Господней, и вино кипит, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи будут выжимать, и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вовек. Воспою Бога Иакова. И все роги нечестивых сломлю. И вознесутся роги праведного. То есть, с Мессией придет настоящее вознесение человеческого рода. Но роги нечестивых, будь то в Израиле, будь то в язычниках, будь то в народах бывших христианских, произойдет вот это. Роги всех нечестивых сломлю. И вознесутся роги праведного. На этом я заканчиваю этот псалом. Он короткий. Вот последний у меня есть. Вопрос мне был задан. И хорошо бы, если бы он один раз прозвучал. Я бы не стал бы отвечать. Но не один раз он задает в разных формах один и тот же вопрос. Вот записка, написанная круглым, твердым женским почерком. Значит, я думаю, я эту записку сфотографирую. И когда будет издаваться книга по псалмам, я единственную иллюстрацию вот эту помещу. Псалмы – это все-таки молитвы. Как же мы молимся о погибели других людей, низвержении в ад, проклятии и прочее такое. Может быть, настало время исключить такие стихи из псалтири. Это все-таки Ветхий Завет. Давайте представим, что останется в псалтири. Я вам отвечу. Меньше половины. Вот так. Исключить, если. Значит, что можно сказать об авторах записок, которые вот так вот искренне спрашивают? Вот их как-то это сильно смущает. Где-то в начале 80-х годов были очень популярны такие медитативные группы. И меня однажды затащили. Такое. Значит, что происходит? Садятся люди, скрещивают ножки и говорят, погружаемся в свет. Добро, вселенская красота, свет, добро, красота, истина. Вот это вот идут. Я так смотрю, на них что не делают? Они вроде не больные, но они вот хотят добра. Вот и все. Вот авторам этих записок, которые вот так спрашивают горячо, я скажу, ну послушайте, ну идите в такую группу, скрестите ножки, понимаете? И призывайте свет, добро и красоту. Крестьянство это не имеет никакого отношения вообще. Вы не живете религиозной жизнью. Но ради справедливости нужно сказать, что был в церкви такой теологумен, что все спасутся. А у меня была история. Издали новонайденные тексты преподобного Исаака Сирина, величайшего мистика. И у Исаака Сирина там были в этих новооткрытых текстах утверждения, что все спасутся. И мой друг, близкий друг, пристал ко мне. Правда это ли? Я говорю, да нет сначала. Я говорю, это неправда, это селогумен. Церковь долго его не опровергала, но потом это все было опровергнуто. Нет, вот ты мне дай справку. Я сел. Несколько дней потратил. Полторы странички. Я вам прочитаю. Я понял, что с ним разговаривать вот так нельзя, он спорить будет. А вот с этим трудно спорить. Напиши мне ответ. Сказал я ему и подал эти полторы странички. О словах преподобного Исаака Сирина, что ни демоны не останутся в своем демоническом состоянии, ни грешники в грехах своих. Ссылка на текст. Что гиена есть некий переходный период, состояние временное. Ссылка на текст. От которого должна быть даже некая польза. Ссылка на текст. Что большинство людей войдет в Царство Небесное без опыта гиены, а некоторые через опыт гиены. Ссылка на текст. Почему наша земная жизнь и вкупе для грешников опыт гиены могут быть названы мир упражнения. Ссылка на текст. После которого для всех разумных существ, включая демонов, настанет мир наслаждения. То есть, все, в чем он меня просил, я выписал для начала, что Исаак Сирин действительно об этом говорит вот такими и такими словами. И простым указанием на Пятый Вселенский Собор, когда это мнение, которое разделяли великий ученый христианский Ориген, святой Григорий Низкий и ученый тоже человек Феодор Мапсуецкий. Вот это мнение подверглось осуждению только на Пятом Соборе. Теологумен долго существовал. Очень неторопливо церковь разбирается с такими важными вопросами. Но ведь ссылка на авторитет не убедит человека, который так хочет, чтобы все спаслись, потому что он понял наконец, что ему спастись не удастся. Потому что он понял, что Бог спасает. Но принять вот эту истину, что Бог спасает, а без него никак, он понял, что он погибает. И поэтому, призвав в себе союзники Исаака Сирина, что все спасутся. Так вот, когда говорят, о соборности церкви, здесь уточнение я хочу внести по поводу вообще теологуменов таких. Когда говорят о соборности церкви, церковного сознания, то часто имеют в виду достигнутые на соборах единство догматов и канонов, единение всех верующих в церковном собрании, единообразие в обычаях, и правилах, и прочее подобного. Однако забывают, что существует соборный мистический опыт церкви. Соборный мистический опыт в целости, недоступный никакому лицу. В целости, мистический соборный образ церкви отдельному лицу недоступен. Каждый праведник или подвижник вносит в это сокровище свою лепту. Ценность его опыта поверяется вот этим мистическим соборным церковным опытом. Значит, из чего исходит преподобный Исаак? Он исходит из неотступности любви Божьей к своему творению. Это корень его молитвенной жизни. Это глубочайшее убеждение. Это камень, на котором он стоит. Так он пишет. Бог, пользуясь незначительными и малыми, почти ничтожными предлогами, снова и снова посредством кажущихся случайностей и непредвиденных обстоятельств изливает на нас обильную благодать, которая, подобно океану, не знает меры. Вот. То есть, преподобный говорит, что прощение Божие перехлестнет все человеческие демонические преступления. Так вот, из того, что мистический опыт преподобного Исаака о неотступности и милой Божьей, из этого, что это верное, бедный исходный момент, не следует, что этот опыт Исаака был во всем истинным. Можно поставить вопрос, отменяет ли милость Божья вечность мучений? Ответ. Нет. Потому что мучение никогда не происходит от Бога. И если оно вечно, не Бог того причина. Тварь есть источник смерти и своего мучения по смерти. Грех сам по себе уже есть страдание, но до времени это может быть неясно крешащему. Преступление уже есть наказание. В еврейском языке даже одним словом обозначали грех и наказание за грех. Бог никого не проклинает. проклятие происходит относительно Божьего меропорядка. Потому говорится змею дьяволу проклят ты от скотов. О земле Адама было сказано проклята земля в делах твоих. Каину проклят ты от земли. То есть Бог никогда никому ни в какой части ни при каких условиях вообще не воздаёт мучением за злодеяние. Вот такое учение православное. И ошибается сирийца великий когда говорит если мука вечная то Бог ее источник. Это совершенно неправильно. Ну вот наконец самая главная ошибочная мысль Исаака. Смотрите начал совершенно правильного пережитого до глубины души утробы. он исходит из этого неотступность любовь Божия к своему творению а заканчивает такой неверной мыслью причем такой знаете очень ошибочной очень опасной мыслью. Не непослушание не непослушание ввело смерть в дом Адама и не нарушение заповеди извергло Адама и Еву из рая ибо ясно что Бог не сотворил их для пребывания в раю вообще-то это близко керези уже ибо Бог не сотворил их для пребывания в раю потому что рай это малая часть земли но всю землю должны были они покорить по этой причине мы даже не говорим что Бог изгнал их из-за нарушения заповеди ибо если бы они и не нарушили заповедь о нем все равно не были бы оставлены в раю навсегда что из всей этой истории мистического опыта Исаака следует иметь ввиду человек может исходить из глубоко правильного мистического своего чувства и прийти к совершенно ложным выводам но для того чтобы проверять наши переживания для этого существует соборный мистический опыт но можно и описание привлечь если уж Исаак заговорил о демонах то можно просто пальчиком указать что вот учение о дьяволе один раз оно изложено в священном писании вот изложено во второй речи господа Киеву где дьявол назван Бхемот или Виафан и о нем сказано так дух божий да не проникнет в него не может дух божий проникнуть в это существо и второе Исаак говорит о гиене как о чем-то однородном однако это не так потому что еврейская шиол подразделяется на собственно ад шиол и бездну а вадон ее упоминание мы находим в откровении и она богослова а вот а вадон это уже безысходное мучение это описание адской бездны опять-таки находим в книге Иова где написано бог не хочет видеть тех кто не хочет видеть его то есть бог не хочет видеть тех кто не хочет видеть его неотступна любовь божья к твари да прав неотступна неотступна любовь божья к твари но и неотменяема свобода разумной твари учителем кстати Исаака был Феодор епископ Мопсуецкий был интересный такой церковный деятель он полагал что книга Иова едва заслуживает доверия а автор книги Иова был человеком хотя и знающим но тщеславным и не вполне благочестивым да содержание книги Иова действительно идет вразрез с убеждением Феодора епископа Мопсуетийского и преподобного Исаака Сирина о возможности дьяволу Бахимоту войти в царство небесное